В минувшие выходные в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк США, состоялся объединительный поединок в среднем весе за чемпионские титулы по версиям WBC, IBF, WBA Superwashed и IBO. В ринге встретились казахстанец Геннадий Головкин и американец Дэниел Джейкобс. Первые три раунда прошли относительно спокойно, оба боксера присматривались друг к другу и больше работали с оглядкой на защиту. В четвертой трехминутке Геннадию Головкину коротким ударом справа удалось отправить Джейкобса в нокдаун, но американский боксер быстро пришел в себя и достоял до конца раунда. В середине поединка Джейкобс поменял стойку с левосторонней на правостороннюю и стал действовать гораздо острее, больше боксируя первым номером. Однако в заключительных чемпионских раундах лучше смотрелся Головкин, который заставил своего соперника клинчевать в финальной трехминутке. Итогом боя стала победа Геннадия Головкина единогласным решением судей со счетом 114-113 и дважды 115-112. Стоит отметить, что Геннадий Головкин в очередной раз успешно защитил свои чемпионские титулы, а Дэниел Джейкобс оказался первым боксером за последние восемь с лишним лет, который смог пройти с Головкиным всю запланированную дистанцию. Американский средневест Дэниел Джейкобс, который в завершившийся уикенд проиграл по очкам в чемпионском поединке Геннадию Головкину из Казахстана, прокомментировал свое выступление. «Я думаю, что выиграл этот бой», — сказал Джейкобс. «Думаю, что болельщики поддерживают меня в этом. Я думаю, что выиграл по меньшей мере с преимуществом в два раунда. Они хотят устроить большой бой Головкин-Канелло. Я выиграл бой, и все, что я могу теперь сделать, — это быть благодарным в победе или в поражении. После нокдауна я сказал ему, что он должен убить меня. Когда я встал, я подумал, — это все, что у него есть? Во время поединка я много раз дрался с ним лицом к лицу, потому что знал, что могу. Я выиграл бой, и с нетерпением жду дальнейшего развития событий. Думаю, у меня появилось много поклонников». В свою очередь Геннадий Головкин оценил поединок следующим образом. «Я снимаю шляпу перед Джейкобсом. Он очень хорошо выступил. Чистая работа. Дэниел, мое уважение к тебе. Это был мой первый 12-раундовый поединок. Это было настоящее биг-драма-шоу. Да, я готов дать реванш Джейкобсу. Он заслужил мое уважение. Что касается боя с Канелло, то я тоже готов к нему. «Конечно, я хочу этот бой. Я голоден и зол, как животное», — сказал Головкин. В Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, США, состоялся бой за титул чемпиона в первом легчайшем весе по версии WBC. Соперником владельца мирового пояса 29-летнего никарагуанца Романа Гонсалеса стал 30-летний нокаутер Висаксил Ван Гек из Таиланда. В первом раунде Гонсалес впервые в карьере оказался в нокдауне, но не получил серьезного урона и спокойно продолжил бой. Далее боксеры устроили очень зрелищные и насыщенные сражения. Они оба имели свои успешные моменты, но удары Гонсалеса были чаще и плотнее. Действие Гонсалеса затрудняло серьезное рассечение, полученное вследствие ударов Ван Кека головой, за которое Таец получил предупреждение, но никарагуанец все равно смотрелся активнее и точнее. По итогам 12 раундов поединка, который наверняка станет одним из главных претендентов на звание бой года, мнения судей разделились. Двое из них отдали победу Ван Геку со счетом 114-112, а третий посчитал, что была ничья 113-113. Теперь уже экс-чемпион WBC в первом легчайшем весе Роман Гонсалес уверен, что выиграл прошедший бой и хотел бы как можно скорее взять реванш. «Сейчас я немного помят, но считаю, что выиграл бой», — сказал Роман после поединка. «Я хочу немедленно провести реванш и забрать свой пояс обратно. На данный момент, выиграв этот бой, я верю, что смогу справиться с кем угодно, в том числе и провести матч-реванш с ним. Я должен признать, что он очень хороший боец, и он не сдастся». В Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, США, перспективный и не имеющий поражения американский боксер легкого веса Райан Мартин продолжил свою победную серию. Соперником 24-летнего американца по 10-раундовому бою за титул WBC Continental Americas стал его 27-летний соотечественник Брайант Круз. С первого же раунда Мартин забрал центр ринга и обозначил свое преимущество. Райан был точнее и бил гораздо жестче. В конце шестой трехминутки Брайант Круз был осмотрен доктором, но получил разрешение продолжить поединок. Развязка наступила в восьмом раунде, когда рефери остановил поединок, решив, что с Круза хватит. Брайант принял на себя слишком большое количество чистых и тяжелых ударов. Итогом поединка стала досрочная победа Райана Мартина. Теперь послужной список небитого американца составляет 18 побед, 12 из них нокаутом. Десятираундовый поединок между перспективным и не имеющим поражений россиянином Магомедом Курбановым и легендарным американцем Шейном Мозли за вакантный титул WBO Intercontinental в первом полусреднем весе состоится 5 мая в Екатеринбурге. На прошлой неделе в среднеуральской столице прошла пресс-конференция, в которой приняли участие оба боксера. Менеджер Шейна Мозли Марк Литтл заявил, что они уезжают из России с самыми приятными воспоминаниями и выражают огромное уважение людям, которые здесь живут. Шейн Мозли отметил, что приятно удивлен тем, насколько хорошо его знают в России и также добавил, что не собирается перекрывать рекорд Бернарда Хопкинса по долголетию в боксе. Магомед Курбанов, в свою очередь, сказал, что Шейн Мозли – это живая легенда мирового бокса, хороший человек, поэтому нет нужды заниматься трэш-токингом. Но в ринге никакой дружбы не будет. Магомед добавил, чтобы стать лучшим, надо биться с лучшими, и предстоящий бой является ярким тому примером. Пресс-конференция в Екатеринбурге стала заключительным этапом пресс-тура, который также прошел в российских городах Махачкала, Санкт-Петербург и Москва. Перспективный и не имеющий поражений мексиканский боксер полусреднего веса Антонио Ароско проведет свой следующий поединок 1 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Соперником 29-летнего мексиканца по 10-раундовому бою окажется также не имеющий поражений 27-летний американец Кеандри Гибсон. Противостояние Ароско и Гибсон станет главным событием боксерского шоу, которое будет показано в прямом эфире на телеканале Бокс ТВ. Антонио Ароско в прошлый раз выходил в ринг 30 июля 2016 года и тогда в зрелищном и конкурентном сражении единогласным решением судей одолел своего соотечественника Абнера Лопеса. Кеандри Гибсон свой предыдущий бой провел 18 ноября прошлого года и выиграл по очкам у мексиканца Маонри Монтеса. Стоит отметить, что вторым по значимости событием шоу Ароско Гибсон станет 10-раундовое противостояние в рамках легкого веса между двумя яркими 29-летними бойцами. Филиппинцам Мерсито Гестой и мексиканцам Хильберто Гонсалесам.